Туризм Нижегородской области ждут перемены. В ближайшее время с помощью портала команда правительства выберут руководителя Департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона. Отельеры, экскурсоводы, руководители туристических компаний и заместители губернатора Нижегородской области встретились вместе, чтобы понять, кто может занять важную должность. Разговор был такой конкретный, деловой. Люди высказывали то, что думали. Такого не было давно, минимум 15 лет. По мнению профессионального сообщества, новый руководитель этой отрасли должен иметь гуманитарное образование, управленческий опыт и харизму. За круглым столом у участников возник серьезный спор. Все по-разному видят развитие туристической отрасли. Новому руководителю придется не только решать насущные и долгосрочные вопросы, но и помереть между собой туристическое сообщество. Более 30 человек заявились в резерв управленческих кадров в сфере туризма и народных художественных промыслов. Профессиональное сообщество все-таки смогло договориться об одном. Они выбрали пятерых представителей, которые войдут в экспертную комиссию и будут оценивать кандидатов на должность директора департамента туризма и художественных промыслов. Им предстоит большая работа. Они должны будут проанализировать все те инициативы, предложения, наказы граждан, которые сегодня размещаются на нашем портале. И у нас еще есть два дня для того, чтобы все жители Нижегородской области могли озвучить предложения, либо проблемы, которые существуют сегодня в отрасли. В дальнейшем именно на основании этих проблем будет проводиться глубинная диагностика, анализ всех представленных кандидатов. И что самое главное, что все эти предложения от граждан, которые проанализируются экспертной комиссией, они станут в плановую работу органа исполнительной власти по туризму и народно-художественному промыслу. На данный момент обязанности директора возложены на Аллу Морозову. Она еще не решила, будет ли участвовать в конкурсе. Александра Шеломцева, Время новостей.